Левомчик присяги, там весь подъезд заправил Ты ж вроде ментов все бил, да? Ну там всех бил, я сижу в участке Мужик пишет заявление с моих слов У него перчатки силиконовые, они все полностью силиконовые Возьми городок И он говорит, вы конченый наркоман А че я сделал? И ментов, и соседей Они больше полчаса тебя поймать не могли Я тоже не помню Слушай, Илюх, Илюх Я думал, я стеклом порезался Илюх, Илюх, Илюх Ты ментов и соседей тогда видел Ты че, из репы не мог выйти, ты понимаешь? Ментов, хал Следующая остановка Треба, я сейчас прилетела Треба, я сейчас прилетела Нормально так Третьего июля Мой молодой человек Попал в больницу Ганышкина Где он должен был проходить лечение принудительное По решению суда на две недели И за два дня до выписки он опять же мне звонит И говорит, что вот завтра приезжай Будет выписка, мама приедет Я полная мотивация, энтузиазма Еду туда Было часов в 12 Встречаюсь с его мамой И тут ко мне подходит мужчина Который с ней был Я сначала подумала ты его отчим Вот Он ко мне подходит Уводит в сторону Говорит, там Давай сейчас с тобой поговорим серьезно У Ильи проблемы Не стоит травмировать его Расшатанную так психику Будет лучше, если ты уедешь Если он тебя не будет видеть Илья Илья Тут выходит Илья. Первые его слова — это что за хрен с тобой, типа, маме своей говорит? Дмитрий Сидоров, журналист издания «Такие дела». Я насчет Ильи Павлова. Вам сейчас удобно говорить? Что вы хотите от меня-то узнать? Ну, хотел вам несколько вопросов задать по поводу Ильи вообще. Я не хочу общаться. Если он со мной не хочет общаться, я тоже на эту тему общаться не хочу. Мужчина полностью переговоры вел, говорит, что у тебя проблем с полицией не было, сейчас поедем к психотерапевту. Выходим на улицу, там таксист стоит около парадной. Он попросил маму, чтобы я поехала вместе с ними несколько раз, его полностью проигнорировали, и он встал около машины открытой и говорит, типа, нет, я не поеду. И таксист обходит машину, и вместе с таксистом этот мужчина начинает пихать его силой, как бы, начинаются крики, он сопротивляется, естественно. Не знаю, почему я ничего не сделала, мне еще крикнул таксист, почему-то. Да не ссы, мы сейчас приедем, типа, через полчаса. Что думаете, ребята, насчет того, чтобы вызвать полицию? Да, это точно то место, то да. Кстати, да, ведь еще не точно, что это... Не точно? Ну нет, там-то в рапорте написано, что это так, но не факт же, что это правда. Нет, это факт, значит. Факт? Нет, это не написано, то факт. Ну, они это со слов родственников просто взяли, потому что Илья в амбивалентном состоянии, у него нельзя взять показания, где он находится. Ну, те кирпичики, стены, да, это только все, это с той стороны. Алло, здравствуйте, и мне бы хотелось полицию вызвать. Здравствуйте, а с кем можно поговорить? По полчаса. Дальше у меня с ним никакой связи не было. Два месяца полностью переговоры все через маму. Я ей честно призналась, что да, я курю и не вижу ничего там плохого, моя мама знает. После этих слов она сказала, что чтобы увидеться с ним или даже созвониться, мне надо пройти реабилитацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Я. Что случилось? Моя молодая человека здесь удерживают незаконно. Здесь находится реабилитационный центр. Вот я обращалась в полицию, писала заявление, как объявить о пропавшем, и вовремя сонахождение установили. Чем он зависит? Траву курят. Чья территория? Какое количество? Тишина. Тишина. Не берем ему, спроси. По полу дела местонахождение. Павлов, да? Да. Вы даже знаете, за кем мы пришли? Для Алексеевича. Он собственноручно подписан родителями. Мы его можем увидеть? В данный момент пока нет. Почему? Там проходят мероприятия. Какое? Внутреннее собрание. Хотите сказать, вы нас не пустите? Ну, я не могу это сделать. А кто может? Это через руководителя, наверное. А там не написано, что он может и по моменту театр? Я не изучаю эти договора. А что мы делаем? Моя задача – корректировать поведение. А я с Ильей смогу убедиться? Нет, сейчас пока нет. А как собрание придется? Мы не имеем такого права. А лечить людей без лицензии у меня есть права? То, что вы проживаетесь фондом НАНО. Фонда НАНО не существует. 2015 года. Еще в период, когда эта организация существовала, было гигантское количество людей, в том числе откровенных мошенников, негодяев. Это раскрученные бренды. Когда вешают ярлык, мы там занимаемся реабилитацией по 12 шагам, а потом, кроме как в морду дать, ничего не делают. 12-шаговые программы могут реализовываться только в открытом пространстве. Это просто и очевидно. Понимаете, наркотики-то ведь такое дело, что все-таки он убивал сам себя. А зачем вы снимаете? Зачем вы снимаете без разрешения? К сожалению, надо констатировать, что сейчас в основном наши реабилитационные центры, они репрессивны в своей деятельности. И там нет профессионального мотивационного процесса. Там присутствует очень много насилия. Люди пытаются денег срубить на грязном бизнесе. Ну, пойдемте свяжем. Я так не могу. Вы живете, конечно? Ну, мне тоже не ума. У вас сейчас просто наручники оденем, повяжем. Я понимаю, давайте я ее... Если будете препятствовать. Пойдемте, поговорим с начальством. Да сейчас, наверное, может, денег добыть. Спасибо. Пацаны, спасибо. Илья, стой, куда ты? Они не заберут меня, пожалуйста. Пошли, пошли. Давай курку. Бежи, блядь, отсюда. Есть свяжка у кого-нибудь? Да, да, конечно. По-братски. Мне просто, на самом деле, очень повезло. То, что вы приехали. То, что я не ушел обратно. Мне сказали, в общем, под предлогом, то, что забери там свои вещи. Я сказал, что все мои вещи на мне. И вышел в калитку. Блядь, ну ты знаешь. Я в репе вообще не должен быть. А что это по идее? Сидишь? В тюрьме. А ты не знал? Да, он сидит. А он газетки в пейс-принеси принесит. Знаешь, где в колонии под Владимиром? Понял? Путин посадил Навального под Владимиром. Да, ну сколько сел? Да, ну сколько сел? Да, ну нафиг, да, видимо. Ну пока, пока дед живой. Там очень много ребят, нам хочется недобровольно. Но сбежать оттуда, ну невозможно. Мадзин, реабилитант, ночью, когда был в ночном дежурстве, хотел сбежать, открыл окно ершиком. Его поймали на этом. Посадили на стул. Стол, это когда ты просыпаешься, тебя садят на табуретку, ты сидишь до отбоя и ложишься спать. А так 7 дней он сидел. Что случилось? На улице наперекуры выпускали, но я не в числе этих счастливчиков был, потому что не было к ней доверия. Я курил в туалете. А что с кошкой будем делать? Не знаю. Она у моей мамы, надо ее забрать. Ты будешь думать, что с ней делать, окей? Да, конечно. Полицейские сказали, что ты не несешь сейчас за себя ответственность, за себя ответственность на себя твоя мама, хотя не 21 год. Они сказали, что вот когда ты выздоровеешь, тогда и выйдешь отсюда. Там средний срок прохождения программы 9-10 месяцев. Если бы она не через калиску не вышла, то я бы остался там. Моя жизнь поездка на эскалах горю вниз, психозаписк наедине с мыслями гремов и афетамин подарит зацикленность. Ты по инерции влезаешь в виселицо, зависимость от пола, душевный пакет, безнадежно отравленный пакет. Сердце высоких вырос, люди, тысячи души, тысячи причин, навсегда уйти, навсегда уйти. Пульс теряющий ритм, ты не найдешь выход из обслуживания. По сколкам битого стекла идти никуда. И научиться искренне лишь ненавидеть волна. Струйцы на глазах, Москва не уснет никогда. Этот сал для подростков на спидах. Магистраля по числу я стартовая года. И мой внутренний мир так похож на Рамос. Субтитры создавал DimaTorzok